В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский продегустировал завтрак в Видновском художественно-техническом лицее. С сегодняшнего дня начинаются пельмени. Будем в школу отдавать пельмени. Застройщик возобновил строительство нового детского сада на 280 мест. В жилом комплексе Южное Видное. Думаю, что наши планы будут выполнены. Мы откроем и свое обещание сдержим. Медицинский профосмотр прошли воспитанники детского сада Колобок. Стараемся оздоравливать наших детей в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Качество питания в школьных столовых в муниципалитете уделяется большое внимание. Следит за ним и лично глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. На этот раз он продегустировал завтрак в Видновском художественно-техническом лицее. Тарелки и столовые приборы расставлены. В чашках дымится горячее какао. Столовая Видновского художественно-технического лицея готова накормить завтраком учеников начальных классов. И не только их. Проверить качество питания в учебном заведении на этот раз пришли родители и глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Глава муниципалитета проверяет питание в школьных столовых в еженедельном режиме. Обращает внимание на чистоту, качество блюд и разнообразие меню. В этот раз он вместе с родителями учеников продегустировал завтрак лицеистов и выслушал их мнение о школьном питании. Кофейный напиток он называется. Они больше любят чай. Позавтракав гости в их отеле поинтересовались у самих учеников, вкусно ли их накормили. Меня кормят кашкой, омлетом, запеканкой. И я все люблю в столовой. Любимое блюдо? Макароны с сыром. А почему? Потому что я люблю макароны. Ну они тут такие же как дома или лучше или хуже? Лучше. А чем лучше? Потому что они вкуснее. Да и сам Алексей Спаский остался доволен увиденным. Это не значит, что мы там останавливаемся, не будем совершенствовать. Вот сейчас, с сегодняшнего дня начинаются пельмени. Будем в школах давать пельмени. Посмотрим на этот, я не знаю, эксперимент, не эксперимент. Придется ли по вкусу. Но тем не менее, новое надо пробовать. Программа «Родительский контроль» действует в школах Ленинского городского округа. Уже не первый год. Встретить в столовой завтракающих и обедающих мам и пап учеников ни для кого уже не в диковинку. Регулярно приходит «Родительский контроль». Следят за качеством питания по вкусовым качествам. Смотрят за тем, как выглядит посуда, как выглядит обеденный зал. Все отзывы, которые они оставляют в журнале «Родительского контроля», которые есть в каждой школе, очень хорошие. На дегустации в этой школе я второй раз. Сынушу нравится, потому что дома не успеваешь каши приготовить, а здесь всегда каша есть. Ну, полноценный завтрак получает. К нововведениям в меню школьников, о которых не так давно сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Родители отнеслись с интересом. Главное, чтобы были качественные пельмени, потому что ребенок на самом деле очень их любит. Я, в общем-то, не против, но следить, конечно, за качеством нужно. В целом, как вам меню в школе? Все вкусно, все сбалансировано. Я первый раз на дегустации, но мне все понравилось. Ну, довольно-таки действительно питательно. Глава округа Алексей Спаский и родители пообещали и дальше следить за качеством питания в школах и обязательно отведать новые блюда. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В связи с активным строительством новых жилых комплексов в Ленинском городском округе возникает острая необходимость возведения дошкольных образовательных учреждений. Этот вопрос находится на особом контроле у главы муниципалитета Алексея Спаского. Подробности в нашем сюжете. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский проверил ход строительства нового детского сада на 280 мест в жилом комплексе Южное Видное. Соглашение на строительство дошкольного учреждения было заключено еще в 2013 году. Но из-за финансовых затруднений застройщика работы на длительный срок были приостановлены. В прошлом году, под конец года, то есть все-таки застройщик услышал и просьбы администрации жителей. То есть мы понимаем, что по данному микрорайону у нас очень большой дефицит в детских дошкольных учреждениях. И активно приступил к завершению строительства детского сада на 280 мест. Сейчас полностью закончены все монолитные работы. Произведено остекление здания. В данный момент оформляется фасад дошкольного учреждения. Сотрудники отдела по строительству на ежедневной основе контролируют все действия застройщика. Фактически сейчас на объекте 12 человек. Есть сформированный график. Пока в настоящее время для фасадных именно работ рабочих хватает. Как только завершаются эти работы, уже переходят к инженерке, к внутренней отделке, полностью готовности объекта к его сдаче. На этом этапе, как подрядчик также сегодня уже сегодня озвучил, будет усиление рабочих до 60 человек на объекте, для того, чтобы объект был сдан в срок к августу 2022 года. Необходимо за июль получить заключение соответствия госинодзора. В августе, в начале августа получить разрешение на автоисплуатацию. Дальше процедура по передаче объекта в муниципальную собственность и потом открытие. Поэтому думаю, что наши планы будут выполнены. Мы откроем и свое обещание сдержим. Стоит отметить, что сейчас в округе идет активное строительство нескольких детских дошкольных учреждений. В пригороде Лесное возведут два садика на 360 мест. И в поселке Лопатина в рамках госпрограммы тоже появится новый на 200 мест. Также проектные работы ведутся в ЖК «Римский квартал», «Южная Бица» и «Дрожжино-2». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ежегодно в дошкольных образовательных учреждениях Ленинского городского округа проходят медицинские осмотры воспитанников. На днях врачи посетили детский сад номер 2 «Колобок». Ребят осмотрели узкие специалисты. Для чего нужны профосмотры, расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. Перед выпуском из детского сада и поступлением в школу все дети обязательно проходят медицинские осмотры. Врачи сами выезжают в дошкольные образовательные учреждения и принимают ребят в специально оборудованных медицинских кабинетах, что есть в каждом саду Ленинского городского округа. Это очень важно для наших воспитанников, потому что мы отвечаем за здоровье наших детей и ведется очень хорошая работа в этом направлении. Каждую весну у нас проходят медосмотры всех детей выпускных групп. Один из первых в списке планового весеннего профосмотра детский сад «Колобок» в микрорайоне Купеленко. Здесь на днях проверили здоровье более 50 ребят. Педиатр, хирург, окулист, невропатолог, лор и стоматолог. Такой широкий перечень специалистов позволяет полностью выявить нарушения в здоровье маленьких пациентов. Дети должны перед школой быть оздоровлены. Учитывая, какое большое количество детей мы получаем, больных детей мы получаем на выходе из школы, мы стараемся, конечно, количество это уменьшить и стараемся оздоравливать наших детей в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении и в школах. Процедура осмотра не занимает много времени. И несмотря на юный возраст, к делу дети подходят ответственно и с интересом. Доктора хорошие, они потому что всех лечат. И когда пациенты болеют, доктора их лечат, а потом они выздоравливают. Тебе не страшно? Нет, не страшно. Врачи отмечают, здоровье детей ухудшилось, увеличилось число заболеваний костно-мышечной системы. Сколиоз, плоскостопие. В большинстве случаев все это выявляется именно на профосмотрах, которые осенью проходят и для ребят постарше, от 15 до 17 лет. Юлия Погасян, Константин Брылов, Ирина Кошелева. Видно этого. Теперь на территории Подмосковья записаться в кружки и секции можно онлайн. О посещении их детьми родители смогут отслеживать с помощью мобильного приложения. А чтобы посетить занятия, необходимо будет предъявить цифровой пропуск. Подробнее расскажет Максим Козлов. В ДК «Буревестник» в Молокове работает 40 кружков и секций. Их посещает почти 800 детей. Раньше, чтобы записать ребенка на занятия, необходимо было лично приходить в учреждение с 1 января. Все изменилось. Пользуемся многими мобильными приложениями, которые, кстати, облегчают нашу жизнь. Мы покупаем товары и записываем детей в школы. Родители, может, не выходя из дома, ознакомиться с нашим учреждением на мобильном приложении, на портале, записаться в коллектив. Чтобы все это было доступно, необходимо зарегистрироваться на ресурсе dk.mosreg.ru. После регистрации родители получат самую полную информацию и о самом ДК, и о преподавателях, и о кружках. Бывают некоторые моменты, когда возникают у родителей трудности. Но в целом, если разобраться, система очень похожа на все те системы, в которых мы сейчас уже все зарегистрированы. Поэтому в основном проблем не бывает. Регистрация происходит только через компьютер. С помощью мобильного телефона зарегистрироваться, к сожалению, в данный момент не получится. И после регистрации присваивается электронный пропуск, с помощью которого он может посетить любой кружок, если он в него записался. Действительно, после регистрации записи в кружок или секцию необходимо скачать мобильное приложение, которое станет электронным пропуском на занятия. Конечно, система сначала вызвала массу вопросов, но потом, когда всех детей я быстренько зарегистрировала, поняла, что это удобно, что сразу видно. Во-первых, это удобно и педагогам, и родителям видно, посещает ли ребенок занятие, нет ли. Электронный пропуск позволяет и родителям следить за посещаемостью, и преподавателям отчитываться о проведенных уроках и присутствующих на них в режиме онлайн. Давайте представим, что вот я решил записаться к вам в кружок. Что мне нужно будет сделать? Давайте просто продемонстрируем и мне, и нашим телезрителям. Давайте. Итак, для каждого нового пользователя на портале необходимо пройти процедуру регистрации. Необходимо нажать на кнопку «Создать аккаунт». В этом случае вам нужно будет использовать уже существующую электронную почту, к которой у вас есть доступ. Так как на нее придет письмо, которому нужно будет, то перейти по ссылке и подтвердить адрес своей электронной почты. Далее, после регистрации, вы можете с помощью своей электронной почты и пароля, который вы придумали сами, войти на портал. Для того, чтобы взрослому записаться в кружок, нужно просто по поисковику, если вы уже знаете название, или можно обратиться во вкладку «Дома культуры». И в этом случае вы увидите все дома культуры Московской области и выбрать для себя интересующий вас. Если при регистрации или записи возникают вопросы, на помощь всегда готовы прийти сотрудники Дома культуры. Они же попросили обратить внимание пап и мам на одну из типичных ошибок, которые совершаются при записи детей. Если вы собираетесь записывать своих детей, то вам необходимо в верхнем правом углу открыть вот такую вот табличку и выбрать вкладку «Моя семья». У нас сейчас уже здесь заведены трое детей, но если вам нужно добавить еще ребенка, то вы нажимаете на плюсик и здесь вы вводите личные данные ребенка, не свои, ваши данные уже есть на сайте. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол. Вот здесь главное, необходимо понимать, что использовать электронную почту, которую родитель уже использовал для создания собственного кабинета, нельзя для регистрации ребенка. В этом случае система будет ругаться и говорить о том, что электронная почта уже использована. Я всем рекомендую ставить галочку «нет-эмейл» для ребенка. Даже если он есть, так будет просто удобнее для родителей. Как правило, поначалу все новшества, в том числе и электронные, вызывают отторжение, но со временем люди оценивают их удобство. Максим Козлов, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.